В рамках образовательной программы в течение учебного года студенты по всей стране работают над своими проектами в сфере социального предпринимательства. После в Москве определяют лучшие идеи, а призеры и победители отправляются на стажировку в разные регионы России. Так в прошлом году участники побывали на Камчатке, а сейчас выбор пал на Югру. В этом году на поверхности просто лежал ответ на наш вопрос, куда ехать, потому что Югра занимает первое место по развитию социального предпринимательства. Это ни для кого не секрет. И мы всегда советуемся с фондом «Наше будущее», куда нам ехать. Они сказали, конечно же, Югра, потому что наибольшее количество поддержанных проектов ими, именно здесь. Победителями стала команда из Ростова с проектом «Твоими глазами». Девушки создали гончарную мастерскую для людей с ограниченными возможностями по зрению. Сотрудничают с несколькими ресторанами и поставляют им свою продукцию. О развитии экосреды у себя в регионе рассказала участница из Владимира с проектом о микрозелени. Наша ферма непосредственно, где мы сами выращиваем, сами экспериментируем, это помещение 50 квадратных метров, где стоят системы для выращивания как зелени, так и микрозелени. Предприниматель из Калужской области представил беспилотник, который благодаря собственной разработанной программе вычисляет браконьеров в свалке, а также мониторит состояние посевов. Он взлетел, пролетел над этой площадью, выявил все необходимые нарушения и составил, соответственно, отчет, в котором будут необходимы все метрики касательно данного хозяйства. И плюс к всему будут рекомендации касательно того, как устранить эти нарушения. Например, он будет говорить, что в квадрате А нужно больше удобрения, в квадрате Б, наоборот, меньше удобрений. Уже третий год наш округ становится абсолютным лидером рейтинга по итогам поддержки Сонка и социального предпринимательства. В сфере образования известна нефтьюганская сеть частных садов. Красивые детские садики, они, конечно, отличаются от государственных, другим нестандартным креативным подходом. И когда сочетается благотворительность и бизнес, это, скажите, приятно просто. И для новых людей, которые у нас становятся предпринимателями, идут по этому пути. Но также для людей, которые поняли, что их жизнь может быть посвящена именно созиданию. На сегодняшний день в нефтьюганском реестре официально находятся 8 социальных предпринимателей. В скором времени туда внесут все учреждения, занимающиеся развитием здорового образа жизни. Первое, самое главное заблуждение в том, что социальное предпринимательство, оно малоприбыльное и так далее. Но здесь же мы не говорим о том, что мы зарабатываем на чужой беде. Мы решаем проблемы социально-незащищение у населения, и кто-то от этого получает прибыль. И в этом суть социального предпринимательства. Из всего округа акселераторы «Рейс» выбрал несколько городов. На днях они провели круглый стол в Сургуте, посетили нефтьюганск, а дальше отправятся в Ханты-Мансийск. Алина Ширина, Евгений Трофилов, телерадио компания «Юганск».